Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим пляж Лара. Добираться мы будем на автобусе, и из Мурат-Паша можно добраться на автобусы, которые я вам сейчас перечислю. А именно, автобус LC07 связывает район Кунду с центром Анталии. KL08 связывает Коньялты и Лару. ЛФ-09, ЛФ-10 следуют из Лары до государственных больниц. ВЛ-13, ВЛ-13А связывают районы Лара и Кипец. Ну что, ребята, встретимся там! Ну вот мы и на месте, друзья. Дорога заняла примерно 40 минут. Мы добрались хорошо, и давайте пройдем посмотрим, что здесь есть интересного. И как мы можем заметить, по приходу нас уже встречает дорога, вымещенная из плитки. Все достаточно ровно. Здесь есть место и для пешеходов, и для велосипедистов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Район Лара не является самостоятельным административным районом города. Вместе с центром Анталии она входит в муниципальный округ Мратбаша. Лара – самый близкий международному аэропорту Анталии район города. Продолжение следует... Пляж Лары известен тем, что это самый длинный песчаный пляж в Турции. Также он знаменит своим мелким золотым песком, который имеет второе название, которое на турецком значится как Алтынкум, что в переводе означает «золотой песок». Редактор субтитров А.Семкин Ширина пляжной линии около 45 метров. Вход в море пологий. Глубина начинается дальше от линии прибоя, чем на пляже Коньялты, что является преимуществом для семей с детьми. Пляж помечен голубым флагом международного качества за экологическую чистоту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Пройдя немного по припляжной полосе, мы с вами подошли к кабинкам, где люди переодеваются и принимают душ после того, как искупались в море. Пойдемте посмотрим, как там все устроено. А кабинки здесь устроены вот таким вот образом, они на защелке, так что никто не смеет прервать вашу конфиденциальность. Придя на этот пляж, было бы большим упущением не зайти в море и не попробовать этот песчаный подход к пляжу. Давайте переоденемся и пройдем к морю. Ну что, друзья, пойдемте до пляжа. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! Итак, друзья, настало время субъективного мнения. Если сравнивать пляж Лара и пляж Кони Алты, то если начиная с подхода к морю, то здесь, на пляже Лара, я считаю это более удобным, так как здесь золотой песок и можно обойтись без тапочек, так как на пляже Кони Алты в основном это галька и по ней очень трудно ходить босиком. А если сравнивать два этих разных места по морю, то море здесь более теплое, так как здесь нет родников и подводных течений. Но это лично мое мнение, а вы свое мнение выскажите в комментариях, я с удовольствием прочту его. Также хотелось бы отметить полезные свойства моря. Благодаря морской воде лечится авитаминоз, повышается иммунитет, снижается нервозность, нормализуется сон, улучшается обмен веществ, лечится астма с бронхитом, кровь насыщается кислородом и улучшается сердечный ритм. А сейчас мы с вами отправимся в еще одно интересное место, это парковая зона пляжа Лары. Вот мы и на месте, вот мы и у той самой парковой зоны. Здесь уже люди собрались на пикник и мы с вами проверим, что же здесь есть. Как мы можем наблюдать, здесь есть не только те, кто проводит пикник, но и маленькие местные обитатели. Я думаю, мы не будем их тревожить, видим, что вода здесь есть, здесь можно помочить руки, но мы не будем спугивать эту ящерицу, пусть купается в водичке. А мы с вами пройдем дальше и посмотрим на саму барбекюшную зону. Подойдя к самой точке барбекю, мы с вами видим, что здесь есть стол и пару скамеек. В принципе, больше здесь и не нужно, здесь накрыть стол с друзьями, посидеть и перекусить. А также есть такая вот печка для барбекю, где можно пожарить мясо или что-нибудь еще, хлеб, кукурузу, что принято в этой стране. И вот мы подошли к тому месту, откуда и начинали. Это вход на пляж Лары. Итак, друзья, расскажите в комментариях, насколько вам понравился этот обзор. Расскажите, насколько понравился вам пляж Лары, парковая зона. Я это все внимательно прочту и отвечу вам. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну а на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч, друзья! До новых встреч!